Собственно, сегодня поговорим про навигацию, авиационную. Собственно, как у нас летят летчики и плывут корабли. Когда погода хорошая, все понятно. Видны звезды, видны какие-то ориентиры. А вот в тумане, ночью, при низкой облачности, отсутствие практически полной видимости. Но вы, наверное, не обращали внимания, корабль плывет медленно, а самолет продолжает лететь. Как они ориентируются? Если взять железную дорогу, то поезд, понятно, едет по четкой линии. Собственно, авиация тоже ориентируется на огни ярких городов, на синенькие реки, железные дороги, ракады большие. Ну, то есть большие какие-то яркие объекты, которые ночью видны. Но при низкой облачности их видно плохо. У каждого летчика есть в наборе вот такой компас Адрианова. Собственно, также у нас и на корабле, вы тоже знаете, есть компас. Благодаря совмещению картой и компасом можно определить какие-то градусы направления. Собственно, в небе мы облетаем горы, а на море мы стараемся обойти острова и мели. Поэтому штурман прокладывает путь в соответствии с маршрутом, чтобы не воткнуться. Заранее прочерчивает. Собственно, любое отклонение, то есть компас, вот мы вращаем, а стрелка остается на месте. Вы это видите. Если у вас компас исправный. Также компас у нас разделен на окружность 360 градусов. Есть следующая проблема. На море это течение, в авиации это боковой ветер. Это специальный прибор. Видите, сделан в СССР, 66 год, Рига. ЗГПД, номер 115. Горизонтальная дальность вертикальной линии через 2 километра. Высота полета. Собственно, прибор позволяет, вот с учетом размещения его, вот мы север наверх, курс корабля, да, и вот мы выставляем по курсу. И если летчик видит, что идет отклонение от курса в градусах, то на земле, то есть тут вот время в километрах в секундах и в расстоянии, то есть идет сразу же курсовые углы и идет вычисление по расстоянию в километрах. Насколько ты отклонился от маршрута, что это дает. То есть, если ты видишь, что вот мы летели вдоль дороги, вдруг у тебя отклонение на 15 градусов влево вас несло. И пилот спрашивает, где мы летим? Он говорит, пролетаем, где-то район телька, то есть мы просто замеряем расстояние вот это. Есть вот даже курвиметры, которые моментально пересчитывают, то есть любое отклонение в километры сразу же. И ты понимаешь, насколько тебя сносит, потому что бывает настолько сильно сносит, или ты облетаешь грозовой фронт, что вернуться на маршрут нельзя. И с помощью подобных приборов, их много разных, то есть у планшета летчика есть разные вычислители тоже. И я вам еще покажу такой карманный планшет, где уменьшены такие вот приборы, которые позволяют моментально понять отклонение от курса в километрах. И переносим это на карту, понимаем, где мы летим. Собственно, у нас был случай в городе. Парень, один летчик, он долетался до майора, то есть не то, что вот на вертолете. И участвовал в операции Беслан. Взлетал он с аэродрома Ханкала, и как бы человеческий фактор присутствует всегда, то есть аэродром все знают хорошо, там впереди гора с такими двумя впадинами. И взлетал он в туман, не успели они подсчитать, то есть у него ниже сидел штурман. Он должен видеть землю, то есть он в окошечко там смотрит периодически, сравнивает. И они воткнулись в одну из вершин этой горы небольшой. Погибли все, кроме штурмана. Причем экипаж был практически весь с одного района, то есть из разных, ну прям города, прям рядом у нас здесь, которые... Потому что вертолет идет с большой скоростью, самолет, вы знаете, там до 300 километров и выше, и быстрее. Соответственно, на такой скорости даже GPS-навигатор не всегда успевает вовремя передавать координаты. А опоздание в несколько секунд, то есть вот там 10-15 секунд, дало как раз удар в гору. То есть они не успели отклониться, набрать нужную высоту. То есть я думал, он может хотел пройти между горами, а так как результат воткнулся в одну из вершин. Но удар был не настолько сильный, что там все погибли сразу, а вот контуженным остался штурман. Который, может быть, к тому времени даже не успел расчехлить там все эти приборы, там на карту посмотреть. Насколько нужно знать хорошо навигацию пользоваться и прокладывать свой курс, то есть полностью, наверное, работу этого прибора. То есть тут это как логарифмическая линейка, которая позволяет задавать параметры, быстро вычисляет. На алюминиевой вот такой подложке она сделана, точки ставятся. Все это промеряется, то есть чтобы не было износа там никакого, поломок. То есть для этого даже в вооруженных силах есть метрологическая служба. Она там линейки ходит, меряет. И сверяет работу компасов, карт, ставит свои печати. Помимо этого там различные другие приборы есть. То есть вычислительные линейки, похожие у артиллеристов тоже есть. Они такие немножко овальные. Собственно, в дальнейшем покажу вам игру, как играть с молодежью, чтобы они все это быстро усвоили. Можно назвать эту игру «Летчики», можно «Пароход» назвать, где экипаж с помощью карты, компаса, планшета работает вслепую. И ему по рации поступают команды на 20 градусов влево, там северний. Они учатся навигации вслепую. Но об этом я расскажу в следующий раз.